Деснагорских художников Я очень люблю бегать и пробежала с результатом в 12.53 Десногорские открытые соревнования среди бегунов Дети должны заниматься спортом, а не другими нехорошими вещами Юные баскетболисты приступили к тренировкам Многим производителям любых товаров нужно использовать лазер, чтобы упростить производство Уникальная разработка Снежинского ядерного центра А сейчас об этих и других событиях подробнее В Смоленской области скоро появятся две мусороперезагрузочные станции И еще один полигон для твердых коммунальных отходов На финансирование данных мероприятий выделены средства в размере 300 миллионов рублей И получены средства от инвестора порядка 350 миллионов рублей Объекты появятся в рамках запуска в субъектах Российской Федерации нового регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами На Смоленщине работа в данном направлении ведется планомерно В регионе уже утвержден среднегодовой норматив к накоплению твердых коммунальных отходов Разработана дорожная карта, в строгом соответствии с которой осуществляется переход на новую систему работы Почти все лето холл Десногорской художественной школы украшают две выставки Эти экспозиции собраны из лучших работ обучающихся Подробности далее На экспозиции под названием «Живописная радуга» можно увидеть работы обучающихся из двух групп живопись Уже несколько лет детскую художественную школу приходят заниматься рисунком и живописью вполне состоявшейся в жизни люди На выставке представлены работы 14 человек В основном это натюрморты, написанные акварелью, гуашью, углем, пастелью, а также работы, выполненные масляными красками Руководители двух групп, организовавшие выставку Елена Шулакова и Елена Паскаль, очень тепло отзываются о работах своих подопечных Все с удовольствием посещают, есть наши учащиеся из взрослых групп, которые ходят уже по четвертому году обучение И, наверное, придут на пятый год к нам заниматься На второй выставке представлены работы выпускников 2017 В этом году из стен школы во взрослую жизнь ушли 20 юных художников Их дипломные работы, выполненные в разных техниках, начиная от графического карандашного рисунка и заканчивая работами декоративно-прикладного искусства, украсили холл школы Подобные выставки, как эти, педагоги школы подготавливают ежегодно, чтобы привлечь маленьких жителей Десногорска к обучению рисунку Эти выставки для того, чтобы посмотрели, оценили работу нашей школы, чтобы приводили к нам своих маленьких детей учиться Сейчас у нас ведется набор художественную школу, пожалуйста, приходите к нам, записывайтесь, мы всех примем Обе выставки будут украшать холл школы до 30 августа Любой желающий может прийти и посмотреть Скоро в Смоленске на Соборной горе появится памятник Владимиру Мономаху Великий князь, прекрасный политик и полководец Его имя неразрывно связано со Смоленской землей В 20 лет он получил княженье в Богатый Смоленск С именем Владимира Мономаха связана и история Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора В 1101 году благоверный князь заложил первый собор в честь Успения Пресвятой Богородицы Об этом есть упоминание в Ипатьевской летописи Эскизы памятника скульптор Игорь Чумаков согласовался святейшим патриархом Кириллом Монумент установят на соборном холме на постаменте высотой около 2,5 метров По информации МЧС, за 7 месяцев в регионе сгорели 56 транспортных средств и 9 торговых помещений Всего за указанный период было зарегистрировано 570 пожаров Как сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС Чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования Неосторожное обращение с огнем при курении привело к 57 пожарам К слову, 6 пожаров произошли из-за детской шалости с огнем А 29 возгораний были зарегистрированы по вине поджигателей Уникальный проект развития баскетбольного движения на Смоленщине продолжается 8 августа начал свою работу спортивный лагерь для детей, проживающих в городах присутствия концерна Росэнергоатом В Десногорск приехали юные баскетболисты из Соснового Бора, Нововоронежа, Курчатова и Заречного Гости и десногорские подростки тренируются под руководством специально приглашенных тренеров Подробности далее Поработать с ребятами и их тренерами организаторы лагеря пригласили хорошо известных в спортивных кругах баскетболистов Александра Фомина и Михаила Терехова Программа обучения обширная Они проводят индивидуальные занятия с юными спортсменами, мастер-классы, семинары для тренеров Кроме того, самое главное – это тренировки на свежем воздухе, которые проходят на новой баскетбольной площадке в 4-м микрорайоне Все мы занимаемся одним делом – ты тренируешь детскую команду из одной области или взрослую команду из другого края Все равно это большая спортивная семья Если мы не будем общаться, если мы не будем обмениваться информацией, не будем друг друга подтягивать, помогать друг другу расти, то и детишки наши не будут развиваться Именитые тренеры с радостью откликнулись на предложение поработать с юными баскетболистами и их наставниками Они считают, что дети должны обязательно заниматься спортом Растет новое поколение, а за ним следующее и так далее И для того, чтобы наша страна развивалась в правильном направлении, а мы могли с гордостью и честью уходить на свои пенсии Мы должны передать следующему поколению правильные ориентиры, задать правильный вектор развития, а также научить их тому механизму, который поможет им передать это дальше следующему поколению Я думаю, что это даже выходит за рамки спорта или здорового образа жизни Я думаю, что это просто долг каждого нормального человека, который является гражданином Российской Федерации Вооружившись новыми знаниями, потренировавшись командой юных баскетболистов Примут участие в региональном этапе всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017», который состоится 12 августа Мастер спорта международного класса олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпиады, чемпионка Европы и России Ирина Сумникова пробудет в Десногорске два дня – 11 и 12 августа Она станет почётным гостем Кубка «Росэнергоатом 3х3» и турнира «Оранжевый мяч-2017», который пройдут на спортивной площадке 4-го микрорайона Новости спорта ежегодно. В преддверии Дня физкультурника у нас в городе организуется комитетом по культуре и спорту открытый Десногорский кросс-гандикап «Берёзка». О том, как прошёл он в этом году, вы узнаете далее В этом году на спортивную базу в Генино, чтобы принять участие в соревнованиях, прибыло более 40 спортсменов из Десногорска, Рославля и посёлка Кириллы Трасса, которую спортсменам приходится преодолеть, прокладывается кругом протяжённостью в 3 километра У юношей и девушек старт общий. Мужчины и женщины стартовали с гандикапом по возрастным группам Дистанцию в 15 километров бегут мужчины от 18 лет и старше, женщины 18 лет и старше 9 километров, юноши до 18 лет и младше 6 километров Девушки бегут всего 3 километра Несмотря на жару, в этом году ни один участник не сошёл с дистанции. Все добежали до финиша благополучно Я уже, наверное, раз в пятую участвую. Мы занимаемся вообще лыжами и бегаем на соревнованиях «Окно бегом» для поддержания формы, чтобы сравнить свои результаты с легкоатлетами, посмотреть на каком мы уровне С каким результатом пробежала в этот раз? На этот раз 12.45 у меня результат на дистанции 3 километра Я очень люблю бегать и пробежала с результатом 12.53 Лидирующую позицию в этом году среди девушек заняла Олеся Щербакова, у юношей – Данила Воинский На первом месте среди женщин – Анастасия Кругликова У мужчин дистанцию в 15 километров с высоким показателем преодолел Виталий Чванов Все победители и призёры соревнования получили медали, грамоты и ценные призы В исправительные учреждения региона переданы 2500 книг. Эти лучшие образцы художественной, научной, популярной и исторической литературы, а также энциклопедические издания пополнят библиотеки учреждений УФСИН Акция по передаче книг состоялась по инициативе председателя Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Игоря Уварова, а также при содействии администрации Смоленской области и лично директора Централизованной библиотечной системы областного центра Татьяны Гопеевой И в завершении новости Росатома. В Снежинском ядерном центре разработали уникальный лазер, который поможет медикам осуществлять сложнейшие хирургические операции. Прибор получился компактным, лёгким и очень удобным в работе Ежедневно в России происходит около 3000 медицинских операций с использованием различных лазерных установок. Однако потребность в этом оборудовании остаётся на достаточно высоком уровне Более того, на смену громоздким хирургическим лазерам, требующих больших затрат в обслуживании и при эксплуатации, приходят простые и компактные приборы с широким функционалом Одна из таких новинок – тулиевый лазер разработки Снежинского ядерного центра. Вся его элементная база умещается в небольшую металлическую коробку, а вот сфера применения огромна Он может использоваться при хирургических операциях в качестве скальпеля, дроблений костных образований, лечении сосудистых заболеваний и других недугов На создание этого уникального прибора ушло почти два года В итоге мы нашли оптимальный химический состав волокна, оптимальную геометрию волокна, которая как раз позволила значительно повысить эффективность этого лазера Тулиевый лазер Снежинского ядерного центра – полностью отечественный продукт По своим техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям, в частности КПД, превосходит их почти в два раза На сегодняшний день опытный образец прошел все соответствующие испытания и готов к серийному производству По оценкам экспертов, потребность в данных приборах составляет минимум 9 тысяч штук Но самое интересное в том, что оптоволоконные технологии производства лазеров, освоенные специалистами Росатома, могут быть применены не только для создания медицинских лазерных установок Это очень большой рынок, где многим производителям любых товаров нужно использовать лазер, чтобы упростить производство Сегодня в лаборатории технической физики Снежинского ядерного центра ведутся работы по всем возможным направлениям использования волоконных лазеров Но основной акцент сделан на медицину, ведь именно в Челябинской области сформировано ядро научно-медицинского кластера ядерных технологий Именно здесь ученые, инженеры и медики объединяют свои усилия для создания и внедрения технологий, возвращающих людям здоровье Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok